всем привет с вами темный ниндзя и мир 4 так у нас с вами сервера ушли на тех работы у нас с вами заметочки apache давайте посмотрим что нас с вами ожидает после того как включить сервера и так обновление баланса навыков все классы ребалансы чуть-чуть хорошо посмотрим новые события секретный том юно 14 дневной отмечалкой 7 дневная новый этаж 10 площади пика новый рейд на босса новый эпический дух новый внешний вид но немножко поподробнее обо всем так про скиллы я читать не буду оставлю ссылку в описании можете зайти посмотреть каждый для себя ну или можете потихонечку ставить паузу и смотреть для себя для своего класса что изменили вообще скиллах вот скиллы изменились в основном именно pvp направления поэтому как бы смотрите изучайте ну вполне себе неплохие изменения как по мне по большей части конечно действуют все эти улучшения с десятого десятой категории скиллов но некоторые изменения из 8 9 тоже категории действуют некоторые и раньше начинают действовать итак события тома юно 14 дневная отмечалка здесь у нас с вами коробка трав всякие стали сиропа за рума стальки прочие до и остатки дракона легендарного статуеточки такой на улучшение 14 дневная улучшалка семидневная здесь тоже нас на улучшение банки на атаку на защиту на точность и даже есть легендарные зелье охоты две штуки то есть на опыт вроде если не ошибаюсь нет не знаю только отсюда это трехчасовой или 8 часов но скорее всего трехчасовой не будем сильно думать также здесь у нас у билетики на пик площадь и рейды и рейд на боссов к десятый этаж площади мощность входа 208000 уровень монстров 160 175 пик 214000 вход мощи и уровень монстров 165 175 экспедиции миссии для десятого портала на 8 новых миссий экспедиции на площадь интересно кстати на площадь раньше не так много вроде было миссии обычно покопать мячик да и все посмотрим может быть даже в игре засниму что это за миссии такие 14 новых миссий экспедиции безымянного пика руководство по изготовлению в общем крафт боссов начиная с 6 этажа и будет уменьшен то есть по кусочкам будет намного меньше уже тратится кусочков чем тратилось на создание до этого и ну и плюс добавлен 10 этаж тоже три босса новый рейд босс уровень босса 190 ему входная мощь 180 на 1000 козерог безумного полчища не похож он конечно козерога но допустим дух эпический дух ветра теперь они начали делать легендарную духов переделывать в эпических раньше было наоборот ну ладно теперь у нас есть еще одна фарфоровая кукла прикольно но не прикольно навыки увеличение макс хп 2 200 усиление урона открыто так на 10 и снижение всего рун на 8 процентов неплохой навык в принципе для эпического духа превосходные крылья увеличение анти демонической силы повышение успеха ослабления на 15 процентов и повышение сопротивления бессилия на 15 процентов ускорение добычи на 10 процентов то есть раньше они были ускорение добычи и сбор а сейчас что почему только добычи либо это опечатка либо это для венков которые только копают стальку например хороший питомец и элегантный взмах крыльев при атаке с 5 процент шансом получает щит поглощающий урон равный 15 процентов от максимальных и п на 5 секунд перезарядка минута перезарядка но я бы сказал долговатенько на мой взгляд щит типа как бумага но неплохо конечно но как по мне мне кажется есть намного больше духов эпических которые лучше этого намного и больше будут смотреться в вашей компании духов чем этот но как я уже говорил для твинка копателя он будет вполне себе неплохо наверное вот так что с духом как-то наверное средненько не очень зашло внешний вид спортивные у нас у хила будет мечик для кендо рубаки клюха у хила ракетка у арбалетчица почему-то рупор нотками будет стрелять видимо конечно же у мечника естественно бита но здесь не знаю то ли шара для вышибал то ли для боулинга то ли еще для чего может просто воздушный шарик мы просто этого не понимаем поручение на корабле иллюзии и сервере завоевания скорректированы в общем теперь они и там немножечко упрощают прохождение то есть те кто уже открыли и прошли все поручения там и прочее будут конечно немножко недовольна потому что те кто будет сейчас открывать им намного быстрее будет пройти все эти поручения выполнить но куда деваться ну в принципе вы видите все сами все улучшения перечислять как бы нету особо смысла уменьшили уменьшили конкретно в разы прям сильно уменьшили вот поручение на сервере завоевания была добыча легендарной руды цветов энергии было один стало три если честно я не совсем понимаю как это работает должно честно завоевание это немножко не моя тема там я пока поручение особо не делал поэтому не могу сказать точно что это за изменение я и в принципе не помню таких поручений то там ну внешне внутриигровые ошибки улучшения исправлена проблема из-за которой доступное время для волшебной площади увеличивалась сразу после использования функции побег хотя волшебной площади запланировала автоматическое продление исправлена проблема из-за которой уведомление о конкретном элементе отображалась не ненормально и прочие опечатки очи пятки что ж вот такая вот обновочка нас с вами ждет надеюсь видео будет вам полезным а с вами был темный ниндзя до новых встреч и пока пока